Следующий вопрос от Морган. Алексей, не хотели бы вы стать дворником, делать нашу страну чищу не только от грязных политиков? Очень хороший вопрос. Мне вообще нравится работа дворника. Я люблю наводить чистоту в собственной квартире, иногда в подъезде убираю. Единственное, что мне нравится у дворников, они очень рано просыпаются. Но в целом это такая хорошая, смиренная профессия, полезная. Но пока есть возможность заниматься чем-то другим, можно и позаметать верховный рай. Далее вопрос у нас от Дмитрия. Алексей, скажите, что является основным источником вашего дохода? И как вы можете прокомментировать то, что многие сейчас обвиняют в сотрудничестве с партией регионов? Вы действительно никаких репортажей о том, как берете интервью представителей в ласкающей партии? Нет. Основной источник доходов это контракт с телеканалом TED на производство программы «Дурник плюс один». Еще иногда я играю в диджей-сеты. Кручусь как могу, если честно. Могу вот ехать домой, например, и вижу, голосует кто-то. Возьму, подберу. Да, в Волоне 50 рублей. Бензин нынче. Не дешев. А какая у вас машина? Опель Вектора. Так, Надия, дарите, какого дня вы любите литературу? Литературу как-то разную, в разное время любил. Вот в последнее время очень что-то залип, мне уже все смеются. Просто читаю «Приключения Эраста Фондорина». Их просто столько много, и я вот уже не знаю, мне уже надоело. Уже этот Эраст 10 раз состарился там уже, пока я читал его приключения. Об его приключениях. В общем, вот как-то застрял я на вот этой вот серии книг. Нужно, наверное, как-то хочется просто закончить уже, а там, по-моему, пока я читал это все, новую выпустили какую-то. Так бывает иногда, да. Ксю задает вопрос, Леша, на передаче «Богиня шопинга» ты очень сильно критикуешь девушек даже с хорошими фигурами. Считаешь ли ты себя идеалом для женщин в таком случае? Я не считаю себя идеалом для женщин ни в коем случае. Вообще сложно представить. Мне кажется, женщины настолько странные и непонятные, что они сами себе не могут сложить идеалом. Поэтому нет. А что касается девушек с хорошими фигурами и почему я их критикую, ну это моя роль такая в этой программе критиковать всех. То есть я не могу там, в принципе, туда прийти и говорить «Ой, классная фигура!» «Ой, смотри, какие хорошие джинсы ты померила!» «Молодец!» «Ой, а дома у тебя как хорошо!» А еще, ты такая умная, столько интересного всего рассказала, да вы сразу эту тошниловку переключите. Вы сами хотите, чтобы было больше жести получать. А в жизни Алексея Дурнина со своими друзьями, например, тоже такой же тролль? Или все-таки более такой обычный? Ну, конечно же, более обычный человек какой-то, я не знаю. Я как-то, кажется, все время грустный и спокойный в жизни. Берегу троллинный запас, троллинную энергию. Порцию яда. Да, желчи. Вопрос от Алексея Соловьева. Здравствуй, Алексей. Я большой поклонник твоего творчества. Скажи, пожалуйста, был ли ты пионером? Что тебе из пионерских времен запомнилось? Что? Да нет, я же малой еще. Октябренка? Не был даже октябренка. Вообще? Да что ж такое? Вообще ничего такого. А хотелось бы? Не очень бы хотелось. Я вообще все эти, знаете, все эти распорядки, стать Востока, лечь Востока, там, не люблю. И поэтому, как-то отказался от работы в офисе и стал заниматься тем, чем занимаюсь. Потому что это позволяет мне просыпаться там поздно и вообще делать все, что хочу. Вот. Поэтому нет, в пионеры я бы не пошел. Ну, я бы не отказался, если бы пионеры существовали до сих пор, они столько полезного всего делали. Собирали макулатуру. И металлолом. И металлолом. И старушкам помогали. И старушкам помогали. Юля пишет нам дальше. Привет. Что, по-твоему, еще важно в девушке, кроме четвертого или пятого размера груди? Что за глупый вопрос? Ничего больше не важно. Больше ничего. Все. Как? Я не знаю. Это все равно, что... Что еще важно в небе, кроме голубого цвета? Ну, извините, но если она будет косая, кривая, но зато с пятым изверхом... Нет, все равно нормально. И второй вопрос от Юли. Какие телеведущие нашего телевидения тебе нравятся? Какие мне телеведущие нравятся? Так, пожалуй, никакие. Что-то все как-то... Все как-то очень бойко начинают. Вроде такие, типа... Такие... Очень такие... Какие-то вот новые, вроде бы, какие-то необычные. А потом всех все равно ставят в рамки. Вот на тебе телесуфлер. Читай, смотри в четвертую камеру, теперь в третью. А теперь скажи, спонсор, а спонсор нашей программы... Рабочие гастарбайтеры. Рабочие гастарбайтеры. Да нет у меня регистрации. Так, Аня спрашивает, собираетесь ли вы посетить Симферополь? Я был в Симферополе много раз. Не собираюсь пока. Ну, а хотя бы, блин, вот же лето, скоро в Крым начну ездить. Наверное, буду проездным участвовать. Далее гость задает вопрос. Привет, Леша. Знаю, что ты неравнодушен к играм. И, быть может, даже знаешь про серию игр GTA. Не знаю, как правильно. GTA. При наличии возможностей, хотел бы ты, чтобы гипотетическая украинская сага этой игры была посвящена тебе. В том плане, что ты стал бы главным героем в игре. Я, во-первых, очень мало играю в компьютерные игры. У меня на компьютере, на домашнем, по-моему, нет никаких игр. Я недавно пытался установить StarCraft, ничего не получилось. Вот. А если я стану героем какой-то компьютерной игры, то я буду рад. Героем какого-то фильма хотелось бы стать? Ну, героем, может быть, прям, чтобы героем, чтобы про меня сняли фильм, нет. Потому что мне не такая прям жизнь, чтобы про него снимать фильм. А сняться в кино можно было попробовать. Хотя, на мой взгляд, мои актерские таланты оставляют делать лучше. Ну, можно было бы позаниматься. Юра. Так, Алексей, вы самостоятельно в своем решении выступать против оппозиции. Я у В. Петрови сейчас, я в вашей слабости перед ним. Какой посыл всего этого? Только не говорите о разделении страны. Ну, конечно, не разделение страны. Если говорить о посыле, то посыл здесь один. Посмотрите на этих людей повнимательнее. Посмотрите, как они себя ведут. И подумайте, нужны ли вам такие оппозиционные лидеры. И можно ли им верить. Просто обратите внимание на них, посмотрите на них с другой стороны. Что касается моей слабости перед Петровым, она точно такая же, как и у любого подчиненного перед его начальником. Единственное, что я Петрова не вижу каждый день в офисе. И вообще могу месяц не видеть. И за месяц один раз поговорить с ним по телефону. И что касается единоличное, ли это мое мнение, нет, конечно, мое желание дарить эти морковки и встречаться с Сиценюком. Нет, не единоличное, потому что мы работаем все в коллективе «Люмпин и продакшн». У нас есть Дима Шибаев, есть Геннадий Агнисян, есть Ваня Барбал, Наташа, Даша Шилова. И мы все вместе придумываем эти проекты и все вместе рождаем эти идеи. Поэтому, ну, как бы, совместно, плод совместно. Просто я в данном случае был в кадре, поэтому как-то все это на меня и сварилось. Так, вопрос от Сапельник Наталья. Вопрос о духовности немного в философском ключе, но по-другому никак не получается. Ну, боже мой. Алексей, насколько Вы близки с Дарьей Ши? Не исключает ли Ваша духовная близость телесную? Где грань Ваших отношений по работе? А тут уже оба на и а дюльтер. Какова точка слияния Ваших с Дашей творческих планов? Как это загнули-то? Очень хорошо, что Вы можете изъясняться такими словами. Наташа, да? Угу. Наташа, Вы большой молодец. Что касается моих с Дашей отношений, у Даши, в отличие от меня, слава Богу, есть вторая половинка. Поэтому тут не может быть речи о каких-то там, кроме дружеских отношениях. Вот. Но так дружим, общаемся. Ну, конечно же, в основном по работе, потому что работы достаточно много. Но можем там вместе напиться, пообсуждать кого-нибудь. Очень люблю обсуждать. Угу. Что говорить о молчаливых женщинах? Ну, Даши, на самом деле, мне кажется, мужик. Господи. Так. Ага. Анастасия Олеговна. Леша, два вопроса. А. Когда ты вернешься? А. Когда мне приехать забрать вещи? Если ответ на вопрос А отрицательный. А. Вещи у вахтерши. Все. Все. Ага. Надюша плюс один. Леша, добрый день. Думаешь ли ты покорять другие страны? Например, Беларусь. Кстати, тоже по-настоящему вопросу. Ну, вообще можно было бы, наверное. Когда уже совершенно все начнут меня тут узнавать, и уже не получится издеваться над ними, будучи инкомнитой или представляясь просто журналистом телеканала ТЭД, нужно будет, я думаю, поехать в Россию или в Украину. Ой, или в Беларусь. Куда впервые хочется? Ну, не знаю, честно говоря. Можно было бы попробовать поехать в Минск. Ну, и как-то жальче. Вот. Мне что-то кажется, что белорусам им как-то не везет все время. Света, так, хотел бы ты полюбить, если и была ли в жизни девушка, которую ты любил? Нет. Провокатор, почему ты так опасаешься маленькой груди? У тебя был с ней какой-то печальный опыт? Маленькая грудь наводит тоску. И, возможно, маленькая, если долго смотреть на маленькую грудь, можно заработать катаракту глаза. Это говорят ученые. И, действительно, как бы это подтверждается исследованиями. У многих людей начинается конъюнктивит сразу, а потом отстояние сетчатки. Поэтому, если у вашей девушки маленькая грудь, и вам приходится часто видеть ее голой, убедитесь в том, что вы не смотрите прямо на нее. Вот вопрос, который пришел к нам во время конференции от Олега. Леша, какая участь постигла пацанчика, который с яйцом на тебя пошел? Да, я не знаю, он ушел куда-то себе дальше. Никакая участь не постигла. Ушел. Так, еще вопрос. Как вывести гея на чистую воду? Как вывести гея на чистую воду? Есть один способ. А ну-ка. Называется, как определить, что ваш сын гей. Если нужно взять речного песка, Кока-Колу и Ментос, прийти домой, на кухню, достать противень из духовки и из пескаричного сложить горку, холмик. Внутри холмика проделать отверстие сверху вниз, почти до дна. Положить на дно несколько таблеток Ментоса и налить Кока-Колу. Получится извергающийся вулкан. Так вот, если в этот момент ваш сын не придет посмотреть на эту красоту, потому что он в своей комнате зажимается со своим парнем, значит, он точно гей. Так, вот еще вопрос. Привет, почему ваша с Дашей прекрасная передача к доске еще не вышла на Россию? Тут поле непаханая работа для вас. Московские курицы, ничуть не умнее киевских, только на Украине. Тебя с микрофонами, так поняла, уже все боятся. Ну, будет, я думаю, что мы доберемся. Еще и до российских телеканалов, и до России в целом. Действительно, поле непаханное. Так, смотрю, что тут еще у нас есть. Вот одна основная часть вопроса мы ответили. Так класс, быстренько справились. Так, отвечали, отвечали. Среди, смотрю. А, вот еще Денис. Почему на последней акции кроликов в парке Шевченко тебя не было? Почему не пришел? Вы знаете, я решил, что это немножко не мой уровень заниматься какой-то разъяснительной деятельностью с людьми, заэкономерными политическими партиями. Я считаю, что мой уровень говорить, вступать в диалог с людьми, которые управляют этими партиями. Потому что пытаясь разговаривать, ну вот, с этими возбужденными приезжими ребятами, я, во-первых, ничего им не докажу, а, во-вторых, весь разговор кончится тем, что они меня побьют там и все. Или начнут меня кидать снежками, а вот снег растаял, наверное, теперь будут кидать там камнями или там землей или там еще что-нибудь. Поэтому я решил, что если хочется кому-то что-то показать и чего-то добиться, то нужно разговаривать уже с людьми, которые управляют. этими массами. Поэтому не пришел. Спасибо за ответы, Алексей. На этом все. Завершающее слово для наших зрителей. Возможно, есть что добавить вам. Единственное, что меня сейчас волнует и что я хочу сказать вам, дорогие мои телезрители, не давайте себя обманывать. Если вы видите, если вы видите, как кто-то навязывает вам свою точку зрения о том, что нужно что-то изменить в вашей жизни, подумайте, нужно ли это вам и для чего он вам это предлагает. А так, счастья, здоровья и поменьше плоскогрудных девушек. Они вызывают катаракту. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!